Мобилизация населения и оправдание действий командования, военного или политического. Ну и что тут такого, что мы обсуждаем? Пропаганда, она нужна во время любой войны, а там идет война. Обе стороны используют максимально средства современных медиа для того, чтобы мобилизовать население и опорочить противника. Черный образ противнику, светлый образ своим бойцам, условно говоря. Я просто считаю, для меня восстание Донбасса, оно не вписывается ни в какие картины пропаганды. Ни в безукоризненно светлое, ни в безукоризненно темное. Ни в российское, ни в украинское. Для меня Донбасс это самодостаточная сила поставшего народа, который, может, до конца не понимает, что он просто сделал и ради чего он борется. Но постепенно в борьбе обретает право свое и самосознание свое. С первого же дня я там нахожусь наездами. К сожалению, постоянно там не могу находиться и постоянно говорю им, говорю им, говорю им. Вы авангард, вы политическая сила. Вы не просто часть там какого-то русского мира или украинского мира. Вы люди, которые восстали против правящих элит, которые превращали вас в рабов. Просто в машины, просто в мусор под своими ногами. Вы имеете право на нормальное демократическое народное государство. За это и надо бороться. Я был счастлив, когда они создали Донецкую народную республику. В какой-то мере это, по крайней мере, одна из первых форм народовластия на постсоветском пространстве. Реально. Да, конечно, олигархи и бюрократы всех мастей и криминал интернациональный будут пытаться это все подмять под себя, девальвировать и так далее. Но уже из песни слова не выкинешь. Уже люди стояли под красными, под черными знаменами, под черно-синие, красными знаменами ДНРовскими, под знаменами Луганской народной республики. Уже были, не знаю, Александр Захарченко, Александр Ходоковский, Андрей Пургин, Павел Дремов, Алексей Мозговой, другие командиры народного сопротивления, народные бойцы, и атаманы, и уважаемые люди, и герои, которые бились, бились, и бились с превосходящей армией. Это мы уже никогда не забудем. Уже правящие элиты допустили серьезную ошибку, что позволили этому восстанию развиться в то, что оно существует. Конечно, они его задавят и скомпрометируют, постараются, но память о нем останется. Продолжение следует...